Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Полторы тысячи долларов цена незаконной перевозки в Гомельском районе. Сотрудники ОБЭП и налоговой инспекции в ходе совместного рейда остановили грузовой автомобиль, в котором находился лом черного металла. Организовал рейс предприимчивый местный житель, хорошо знакомый сотрудникам правопорядка по аналогичным нарушениям. На этот раз фура следовала в Россию окольными путями через Будокошелевский район, но навариться на Грузии у владельца не получилось. Скупая лом по цене ниже рыночной, торговцы металлом зарабатывают немалые деньги. С одной такой машины может выйти до тысячи долларов на вар, а если бы в кузове находился цвет мет, то доход смело можно умножать на 30. Участников рынка нелегального экспорта сдерживает только конфискация авто и штрафы, которые доходят до 50 базовых величин. Данный лом металла оценен в полторы-две тысячи белорусских рублей. В отношении данного человека сотрудниками МНС по железнодорожному району города Гомеля после проведения проверки будет составлен протокол по части 1.1 ст. 12.7 КОАП Республики Беларусь. В Мозыре сотрудники МЧС оказали помощь мальчику, который защемил в двери пальцы. Рука ребенка оказалась зажата между дверной коробкой и полотном двери. Спасатели воспользовались специальным инструментом, отжали дверь и освободили руку потерпевшего. Обошлось без серьезных повреждений. Сотрудники ГАИ провели еще одно массированное спецмероприятие. На дорогах Гомельской области они устроили фильтр для автомобилистов. В течение получаса инспекторы останавливали автомобили и проверяли у водителей документы. Цель фильтра – повышение дисциплины участников дорожного движения, выявление нетрезвых водителей и иных правонарушений, а также их предупреждение. За время проведения мероприятия 11 автолюбителей было привлечено к административной ответственности за управление механическим транспортным средством в состоянии алкогольного опивнения. 17 водителей не имели права управления. А также 5 водителей было привлечено по статье непропуск пешехода, точнее, непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.